Микс Ньюс Радио Болтком Программа Абонент доступен Участие слушателей обязательно Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире программа Абонент доступен В студии работает Анна Смирнова Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев И с нами на прямой связи по скайпу Сегодня мультипликатор, сценарист, режиссер Олег Куваев, здравствуйте Здравствуйте, здравствуйте всем Как слышно меня? Слышно вас хорошо Кстати, мы сегодня с вами проводим интервью Оно должно было состояться в понедельник Но не случилось Тогда у вас произошел инцидент Все в порядке? Да не, нормально все, нормально Ничего страшного Раздолбал машину, всякого бывает Ничего в этом катастрофическом нет Все живы, никто даже не поцарапался Но придется со страховой фирмой повозиться Ну фигня Но вы человек рисковый вообще, нет? Как вы себя можете описать, охарактеризовать? Как что? Как человек рисковый вы? Нет? Нет, я не человек, не рисковый И вообще не люблю всякие дурацкие карусели Экстремальные виды спорта Это тоже не мое Я не понимаю, зачем биться головой об стену Я не вижу в этом никакого особого смысла Я предпочитаю поступать разумно Но при этом в одном из интервью вы сказали Что вы немного фаталист Я вот читал Ну да, естественно В определенном смысле Иногда чувствуешь, что не совсем контроль Ты держишь над своей судьбой И я думаю, что все мы время от времени это чувствуем Что действительно как бы Что-то происходит помимо нашей воли И иногда как бы странные совпадения бывают И все такое Ну и естественно Некую карму я в этом усматриваю Хотя разбираться детально в этом не собираюсь Потому что все равно это никому не поможет Напомню для наших слушателей Что вы также можете звонить Задавать вопросы нашему гостю 672-12-93-9 И 672-13-93-9 Это телефоны прямого эфира в нашей студии Звоните и можно написать Ватсап 230-6191 Ну, наверное, более всего Вы известны как создатель флеш-сериалов Масяни И вы сказали в одном из интервью Что для вас персонаж Масяни Он уже вполне реален А не виртуален Вот кем для вас стала Масяни за этот период? Ну, это действительно Как бы я даже чуть в Книгу рекордов Гиннеса не попал Сериал, который делается в одну хаю Слишком долго Но не попал Потому что был период Когда у меня была студия И делал я его отнюдь не в одну хаю А в несколько хай Поэтому как бы я не попал в Книгу рекордов Гиннеса Ну, в общем Факт остается фактом Действительно, это один из самых долгоиграющих сериалов Он уже давно перестал быть флеш-сериалом Потому что флеш давно сдох А сериал прекрасно процветает Вот, тем не менее Как бы он еще жив И как бы в полную силу вполне себе Поэтому, да А что ты был за вопрос? Ну, вот Масяня, она была создана 19 лет назад, да? Если я не знаю И сегодня по-прежнему в Ютубе Она набирает миллионы просмотров Вот по-прежнему актуально Выходит, что так Несмотря на то, что время меняется В чем феномен этого персонажа, на ваш взгляд? Мне трудно как бы судить самому Потому что Все-таки это нужен взгляд со стороны Для того, чтобы судить и сделать какие-то анализы Прямо математические анализы Чтобы рассуждать так вот с фактами в руках Нужно все-таки быть сторонним человеком Неким исследованием Потому что когда ты находишься внутри Ты находишься в неких личных отношениях к персонажам Кстати, я вспомнил, какой был первый вопрос Насколько он как бы уже для меня реален Да, это действительно так Когда ты как бы уже почти чуть ли 20 лет живешь Таким-то персонажем Даже если он рисован И он становится все равно для тебя Близким и родным И на самом деле Да, он уже совершенно Потому что все его характеристики Все уже как бы готовы То есть мне не приходится даже ничего не выдумывать В последнее время Опять же, это один из факторов Почему сериал так долго живет, возможно Потому что ты персонаж уже оформившись То есть у него все вот как бы параметры Как у человека имеются И он живет сам по себе То есть мне надо было сделать мультфильм новый Достаточно просто поместить персонаж в некую как бы ситуацию А вот он сам выкручивается Я только тут стою со стороны и наблюдаю, что происходит То есть очень просто Действительно, это как бы не с того, что Несмотря на то, что персонаж виртуальный Он уже, да, он многим живой Самостоятельный Со своим характером Со своими темами Со своим лексиконом И со всеми делами Которые характеризуют создание как личность Поэтому вполне индивидуум как бы На данном более даже реален, чем живые люди Но тем не менее, вы говорили о том, что ментально Масяня осталась в 2000-х А сегодня, опять же, в одном из интервью Вы приводили такую статистику Которую вы наблюдали Что Масяню смотрит большинство От 18 до 23 лет Да, ко мне когда приходят Какие-то коммерческие дяди Да, какие-то коммерческие дяди Вот они все время говорят Ну, сегодня же Это же начало 2000-х Это же эпоха начала интернета Тра-та-та Вы же, наверное, смотрят одни Только стартеры Я вам сразу говорю Статистику выкатывают Ютуба Которая для меня самого В общем, является неожиданной Во многом Потому что и да Я во многом, честно Ориентируюсь до сих пор На своих друзей На своих товарищей У нас там общие какие-то шутки И во многом, да Это все еще в начале 2000-х живет Потому что там начиналось Там базировалось Там состоялась база И поэтому как бы Во многом сериал до сих пор Присутствует в начале 2000-х в Питере Тем более, что как бы После 2000-х как-то все хуже стало Поэтому лучше уж там останется Это мое решение Как раз это мое решение Так вот Но тем не менее Как бы статистика говорит о том Что как бы чуть ли Не больше половины До сих пор молодежь смотрит Тут две причины Либо просто Они там все живут в этом интернете Как бы оттуда не влазят Поэтому их больше Просто потому что Их там физически больше Возможно Либо Другая причина То, что до сих пор Ничего не придумали другого То есть Много было попыток Сделать какой-то сериал Для взрослых Рисованный сериал Для взрослых На русском языке И что-то как-то Все быстро заканчивалось А Масяня Вот И живет до сих пор Сволочь Маталья могла появиться Только вот на рубеже Девяностых двухтысячных Потому что говорят Что это было такое Особое время Потому что вы как раз Рассказывали Как она попала на НТВ И это в общем тоже Дало дополнительный импульс Леонид Парфенов Начало двухтысячных Вообще Как бы в России Вот с моей точки зрения Было самым лучшим временем То есть Чуть-то не за всю Факин историю Извиняюсь за выражение Бывает Чуть-то не за всю историю На самом деле Самое лучшее время Самое свободное Самое такое Инициативное Когда там много всего Интересного появлялось Люди что-то придумывали Ничего не боялись Лепили Что хотели Всякий вздор Всякую ерунду Всякую Что в голову придет И никто ничего не боялся Никто ничего не планировал Не нужно было Ни каких коммерческих Планов инвесторов И ничего Люди просто Как бы Оттягивались И веселились И делали что хотели Был такой Хороший Веселый период Который во многом До сих пор отзывается Потому что Многое сделано И тогда до сих пор живет И все мы Расхлюбуем то Что тогда Нахимичили А на ваш взгляд Что произошло сейчас Проблема только в том Что Ну какой-то Политический климат Другой Или в том Что например Стали более расчетливо Может быть Создавать какие-то Проекты И расчетливые Ну естественно Естественно это целый Комплекс причин Никогда не бывает Только одна причина И все из-за этого Тут же забегали Нет Причина да Потому что Все стало так более Сжато Более так серьезно Более официально И люди стали бояться Вследствие Опять же Политического климата Который стал более суров Что греха скрывать Вот Поэтому Как бы И Созра появилась Она уже сточилась И куча законов Дурацких Понаписали И которые Как бы Касаются И люди и сами боятся Уже ситуации И в общем все стало так Суровее Все стало так Зажато более И со свободой творческой Тоже стало похуже И коммерчески Тоже все опять же Появилась куча Гигантов Разнообразных Которые прибрали Все свои руки И так далее То есть все стало так Слишком уж стабильно То есть когда все В железных Таких рукавицах Таких Можно сказать Ежовых И это Как бы Может Какой-то С точки зрения Так сказать Законности Может и хорошо Но с точки зрения Творчества Это совсем нехорошо Потому что Творческому человеку Ежовые рукавицы Нахрен не нужны Он ничего хорошего У них не сделает Вот он сделает Только когда Его выпустить в поле Вот там Он бегая На свободе Может сделать Что-нибудь хорошее Поэтому да Это целый комплекс Причин Которые Говорят опять же Не мое собачье дело Но Масяня ведь Долгое время Не участвовала в рекламе И потом Согласно источникам Ее Захлестнула волна Такого массового Нарушения Авторского права И потом Выпускалось уже Опять же Множество продуктов Масяня без вашего Разрешения И она стала уже Таким брендом Вы изменили потом Политику Да Она стала брендом Естественно Стала брендом А куда и было деваться Но во многом Я конечно виноват Что в свое время Слишком был идеалистом И не пускал ее В рекламу вообще А бренд развивается Как бы по законам Чисто экономическим Без автора Если автор не хочет Его куда-то пихать В какие-то коммерческие дела Да То оно само пойдет Поэтому В общем отчасти Из-за того Что я был такой идеалист И стремялся вообще Не пускать рекламу То оно пошло Без моего участия То есть Очень много было Пиратского К тому же Она родилась В тот период Когда с законами В России Еще было По отношению Копиратик Совсем прошиво Вы наверное Все помните В то время Когда кассеты Продавались Видно на каждом углу В каждом чертовом подвальчике И в общем Совершенно Никто не спрашивал Как бы Хотим мы Как авторы Это печатать или нет И никаких доходов Никому никто не посылал Был такой период И все его прекрасно Помнят В начале 2000-х И это было Самое плохое время Для того Чтобы создавать Свой бренд Но как бы Я не спрашивал О этого дела И все-таки Создал И естественно Страдал Во всех посредствах И собственного Идеализма И отсутствия Закона Поэтому был полный Бардак Была куча игрушек Футболов Чего только не было Все было пиратское На 99% Потом я уже Слегка запоздал И пытался взять Все-таки В свои руки Как-то так Что-то получилось Что-то нет Но в основном Бренд такой Получился У меня такой Кривой косой Такой ломаный Где-то рука Торчит Здесь какой-то рок В общем Как бы Коммерческий продукт Он весь такой Кривой косой На самом деле Вследствие своей истории Вследствие бардака Который творился Чисто экономический Составляющий проект Ну Поэтому Основные их причины Да Потому что Он как бы Был сделан Потому что Когда ничего не было И сделать было нельзя Что никакие законы Было базироваться Ну и сам дурак Одновременно Как бы И то и другое Потом я тогда Пытался взять в руки Потом я когда уже Остался один Стал это как бы Более-менее Утряс И Масяня действительно Участвовал в рекламе И в большом количестве Рекламы Сейчас я правда Этого не делаю Потому что Я сейчас Финансирую При помощи Краундсайдинга Это очень удобная Платформа Которая позволяет Как бы Да Не разбазариваться На рекламу Каких-нибудь там Сюсиков А Заниматься исключительно Творчеством И спонсируют Это Творчество Зрители Сами То есть Им нравится Они спонсируют Им не нравится Они спонсируют По-моему Идеальное изобретение Которое пока что Еще не совсем Доведено до ума Но в общем Да Это механизм Спонсирует Творческих работников Очень удобный И хороший Вот Такая история Примерно В Масяне Ведь показаны Порой Зачастую Не лучшая Сторона Санкт-Петербурга В этом смысле Это безобидная сатира Или такое Обличение Все-таки Я не собираюсь Заниматься Ни просветительством Ни какие-то там Пропаганды Да Это не моя Опять же Деятельность Я как бы Занимаюсь То что называется Карикатурой Я так объясняю Просто чтобы было понятно Когда какие-то претензии Мне выставляются По поводу того Что у меня там Не знаю Хуение Алкоголики Наркотики И что-то в этом роде Я не создаю Ни каких атмосферов И не создаю Ни каких движений И ничего не пропагандирую Это карикатура Если вам что-то Не нравится в карикатуре Поверните зеркало В свою сторону И посмотрите на себя Это карикатура Это утрирование Так делаются мультфильмы Если вы еще помните Что такое мультфильмы Потому что взрослые Не очень любят мультфильмы Не очень это понимают А вот дети прекрасно понимают И люди которые остаются Детьми тоже прекрасно понимают Это утрирование Мы берем как бы И жизнь Какую-нибудь хрень И ее как бы преувеличиваем Делаем такой нос Такие уши И вот пошел у нас персонаж Да Он преувеличен Это утрирование Это карикатура Поэтому как бы Такие вопросы К карикатуре Хотя в последнее время Да В 21 веке У многих появились вопросы к карикатурам, и хочется в данном случае сказать, да, обратите внимание на какие-нибудь реальные проблемы, а не на карикатуры. Карикатуры, надо понимать, что это такое, и мультфильм это, в принципе, то же самое. Андрей Вещеров, который был гостем нашей программы, он говорил о том, что сатиры в России практически нет сегодня, то есть что-то произошло, и та традиция, которая была заложена еще с Лтыком Щедриным, она куда-то ушла. Вот вы не согласны с этим? Ну, если меня рассматривать как сатирика, то, в принципе, тоже можно. То я как бы здесь. Я как бы никуда не ушел, и как бы ну да, но с другой стороны, да, я как бы не так уж, у меня много коллег на этой области, да. Сатиры действительно в России мало, хотя сатиры вообще в мире как бы как жанр он стал уже не очень популярен, потому что прямая сатира, как в Султыковичной Вене. Люди, как бы, еще и пытаются получить удовольствие, то есть они делают не просто сатиры, а еще и просто юмор, еще и просто прикол, то есть сатиры, она сейчас работает как составляющая. Вот. Ну, в России, да, действительно что-то как-то мало сатиры. Есть всякая хулиганская дрянь на Ютубе, это пожалуйста. А вот такой стройной сатиры, как литература, ну или какого-то там видео-жанра, да, вот ее действительно как бы нет. Ну, мы же все живем сейчас очень быстро, все очень быстро меняется. Сейчас буквально там 5 лет, и все по-другому уже. Поэтому давайте следить за тем, что происходит. Вот вы сказали, что «Масяни» это сериал для взрослых, мульт для взрослых. Кстати, слово «мульт» тоже принадлежит вам, если я не ошибаюсь. Ну, да, я просто пытался отгородиться от детских мультфильмов, причем как можно больше стеной. Детей просто очень трудно отгораживаться. Если их откуда-то гонят, так они там все и собираются. Вот, поэтому как бы их трудно отгораживаться. Ну, я как бы официально чувствую, как бы отвожу попытки, я ставлю 18+, или 16 как минимум плюс, и пытаюсь от детей отгородиться. Хотя это трудно, особенно в интернете. Есть специальная серия про то, как бедные дети в интернете наталкиваются на много чего неприятного, чего им не надо бы. Хотя, с другой стороны, отгораживать тоже нельзя. Потому что это жизнь, это наша жизнь, и детей надо познакомить именно с тем, где им предстоит жить. Вот, поэтому, ну, это не мой вопрос, это вопрос к педагогам, опять же. Я в данном случае просто беру реальность, беру этих детей, которые на ютубе нахватывают сумато, их как бы заставлю, эту, утрирую эту ситуацию и беру, и вот на, посмотрите. Это моя функция. Я не должен лечить, я не педагог, я не законодатель, чтобы запрещать, я не какой-то там активный деятель, чтобы, наоборот, протестировать против этого. Вот, но, как бы, я просто раскрываю ситуацию, потому что путем, как бы, превращения этого в карикатуру или в мульт, да, слово, которое я придумал, хотя немного этого ума надо, чтобы сократить слово нахвалам, так что придумал, у него трудно назвать, но да, я просто это использую в качестве альтернативы детским мультфильмам, которые я терпеть не могу. Вот вы сказали о том, что это мультфильм для взрослых, но многие в фейсбуке благодарят вас за счастливое детство. Спасибо за это. Да, это один из самых распространенных комментов, если построить такой, да, топ комментов, то на первом месте будет благодарение за счастливое детство, что звучит, конечно, дико, на самом деле. Но вот и есть даже юмора, да, то есть это же как бы не серьезно все, и все, что происходит вокруг сериала, оно тоже должно быть не серьезным, поэтому, когда люди пишут, что благодарю за счастливое детство, это все нужно в кавычки ставить, все слова этого. Интересный комментарий. За счастливое в кавычках детство в кавычках. Так что все, в принципе, нормально, все все понимают. Да, и действительно, дети иногда проникают туда путем, я уж не знаю путем чего, но каким-то образом проникают, их оттуда постоянно сраным веником гоняем, но что поделать, они вообще витя проникают. Сейчас такая у нас атмосфера, что, в принципе, как бы трудно что-либо запрещать, что касается информации. Комментарий от нашей радиослушательницы Оля пишет, передайте, то есть передайте ему, то есть вам мое обожание, а также от моей мамы, дочки и мужа. То есть это связь с поколением и мужем. Да, Мачай уже там несколько поколений захватывает. Ну, 20 лет, черт возьми, е-мое, конечно, дофига. Вот, поэтому, да, я встречаю уже, как бы, даже там внуков, которые смотрят Масяня, блин, уже до этого дожил. Есть люди, которые подходят ко мне, которые родились, которые родились, когда Масяня уже была. Вот это меня больше всего пугает, на самом деле. Я там делаю какие-то лекции, какие-то там, я со стендапом иногда выступаю, вот, и подходят, такие, пофотографируются, это как бы уже нормальная составная часть выступления, и говорят там, а, изобразите мне, пошел уже по директору, пожалуйста, скажите нам. А сами уже, как бы, моложе Масяне, блин, они родились, когда оно уже было. Вот это меня, конечно, бесит, потому что, как бы, столько времени прошло, и это, как бы, дикость какая-то, это очень трудно усвоить. Есть такие вещи в жизни, которые не укладываются в мозгу, типа, там, бесконечности собственной смерти, и вот Масяне, что ей 20 лет, тоже туда же. Вопрос от Александра, точнее, не вопрос, а реплика, он пишет, когда-то прямо офигенно зашло, я цитирую, жалко Масяню, кажется, она пала жертвой развития технологий, не ужилась на толстых каналах и мониторах с большим разрешениям. Ну, что, всякие разные бывают мнения, тем более, что сериал Масяня за эти 20 лет менялся многократно, то есть он начинал как абсолютно анархистский такой и абсолютно хулиганский, потом мы вышли на телевидении, пришлось оттуда все вырезать и быть более-менее приличным, чтобы бабушки могли смотреть, потом, значит, опять мы ушли из телевидения, громко хлопнув дверью, поэтому опять начали хулиганить и опять начали делать все, что влезет. То есть это чисто атмосферно, под настроение, что называется, как хочется, так и да. Да, естественно, нужно как бы не всегда стоять хулиганить, иногда есть и серьезные темы, иногда есть и грустные темы, это тоже все входит в нашу жизнь, поэтому и в мультсериал входит как нормальное составляющее, то есть мы не только бесимся, мы не только ржем, мы еще и плачем иногда, мы иногда ностальгируем, мы иногда страдаем, все это нормальные составляющие жизни и как сериал, который давно живет, он тоже должен это все включать. Поэтому, естественно, людям что-то нравится, что-то нет, мы, как бы, говорите, не гривенник, чтобы всем нравится, это совершенно нормально. Но большинство все-таки пока все окей, с этим нормально. Сейчас небольшой перерыв сделаем, потом вернемся и продолжим. Создатель Масяни Олег Куваев с нами на прямой связи. Мы продолжаем, это программа «Абонент доступен», в студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев и на прямой связи по скайпу с нами сегодня мультипликатор Олег Куваев. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте еще раз. Ну, продолжим говорить о Масяне, вот несмотря на то, что по сериалу у Масяни она появилась и работа, и дети, то есть такая взрослая жизнь, тем не менее морально, как вы говорили, ментально она осталась в 2000-х, но морально она не изменилась, ее подход к жизни, наверное, остался таким же, судя по сериалу, контраст вот этот в Масяне. Вы его задумывали? Контраст, какой контраст? Какой контраст? Нет никакого контраста. То есть это совершенно нормально, когда человек сохраняет свое мировоззрение в течение всей своей жизни. Это хреново, когда говорят тебе, вот ты скуривался, ты старпер, ты вонючка, ты ничего, у тебя больше не получается, энергия у тебя пропала. Нет, вот это, кажется, паршиво. Человек должен как бы развиваться, он должен прогрессировать. Персонаж, естественно, тоже должен прогрессировать. Он должен как бы не предавать себя, прежде всего. То есть то, что он там придумал в молодости. Не надо говорить, я был говнюк, я был засранцем. Нет, не надо, ни в коем случае. Нужно продолжать делать свое дело, то, что делал раньше, и продолжать делать дальше. Совершенствоваться, да. Прогрессировать, да. Становиться лучше, да. Пролетать новое, да. Но ни в коем случае не терять, не забывать, не предавать. Вот такие дела. Ну, вы сейчас живете в Израиле, Масяня, в Питере. Расстояние для вас не имеет значения, получается. Ну, по нынешнему имену, да. Когда мы с женой решали, как бы, где жить после свадьбы, я, в общем-то, как подумал, подумал, а мне, собственно, пофиг, на самом деле, где жить, по большому счету. Если мне дают рисовать, мне больше, в принципе, ничего не надо. Вот. Хотя, вот, в последние времена я очень сильно рад, что я живу не в России. Бывают такие моменты, в принципе, это очень даже легко. Достичь, достаточно открыть новости, и тут же становишься рад, что живешь не в России. Вот. Вот. Особенно, что ты рисуешь не в России, как бы, мне все время пишут. А-а-а. Дескать, сейчас тебя тут привезут. А потом, а, он же в Израиле живет. Ну, сиди дальше. Вот. Ну, и сижу дальше, и очень хорошо. То есть, опять же, вот эта карма, про которую мы говорили дальше, я считаю, что у меня есть, да, какой-то персонаж, который меня как-то так, немножечко, так, легонечко так подправляет все время, когда я иду куда-то. Он у меня так, так, чуть левее, чуть левее, чуть правее, чуть правее, иди туда, туда, туда. То есть, есть какая-то, как бы, такая сила, которая немножко убережет меня. Уж не знаю, как эту силу, как бы, проиллюстрировать. Ну, да, я считаю, что есть, меня так подправляет, какая-то карма, там, или ангел, хранитель, ну интересно что в одном из интервью говорили о том что попытка перевести масяня на другие языки она обречена на провал потому что масяня все таки но в общем ни хрена не работает сначала было первое был какой-то фестиваль швейцарии и там даже как бы швейцарцы подошли очень серьезно они наняли актеров провели кастинг там все серьезно там я видел как ходили эти люди там туда-сюда разные актеры которые подбирали голоса они записали полностью трек актерами то есть все серьезно было посмотрел результат отстойще просто отстойще ну я немецкий сам знаю поэтому я посмотрел актер товарища вот потом были естественно переводы на английский которые многократные были раз пять или шесть тоже актеров то есть нужно там нужно не в прямую переводить а нужно именно по мотивам что называется когда снимают фильмы по мотивам то есть должен быть человек который примерно разный моему как бы мировоззрению и такой же балбес такой же придурок вот если найти такого придурка как я вот только англоязычного он тогда смог бы мне что-то подобное как бы сотворить но это как бы уже не очень-то видимо кому-то надо ну китайский был перевод естественно на иврит естественно я пробовал еще какие-то были языки ну в общем все как бы ни хрена и получалось потому что да потому что она очень сильно завязана на лингвистику и причем на эту вот как бы андеграундную лингвистику и ничего с этим не поделаешь некоторые англоязычные там вещи тоже трудно перевести там тимитер лири допустим на английский на русский перевести беспоревно потому что слишком много на лингвистику завязано ну бывает такое да бывает вот я так попал балбес вы сказали что иногда даже радуетесь тому что не живете в россии сегодня постоянно вы ведь в фейсбуке попубликовали информацию о том что к вам был заказ скажем так снять мультфильм об акциях против строительства храма в екатеринбурге было дохрена на самом деле не только это случай с екатеринбургом постоянно это происходит и даже местные израильские партии бывает иногда мне наезжают потому что русскоязычные думают да хрена вы как наезжают предлагают что-нибудь там такое вот это самое может и послодействуешь а мы там типа деньгами и как вы реагируете нет мне это совершенно не интересно и это все скучно занудно и отвратительно поэтому как бы нет это все не занимаешься ни тем ни другим никакого как бы ни пиара никакого продакт плейсмента никакого пропаганды естественно вообще не было никогда не будет за исключением тех каких-то вот ответвлений которые мне лично нравятся то есть да я опять же со мной я один раз взялся мультфильм сделать здоровый образ жизни а получилось результате наоборот ну что поделать то есть потому что гораздо прикольнее как бы стебаться над теми которые ведут образ жизни здоровый чем над которые не ведут оказалось над ними прикольнее стебаться ну и взгляд с ним над тем то есть я сделал допустим фильм про протесты был мультфильм буквально две-три серии назад и люди пишут не понимаю это ты как бы за протест или против протеста и мы что-то не поняли вот не поняли мы объясним ну ничего я ничего не собираюсь объяснять это просто опять же как я говорю это слепок слепок вашей жизни мы берем как бы и те идиоты и эти идиоты и вот вам пожалуйста посмотрите на себя обижаются на вас кстати да он много раз обижаются на меня постоянно обижаются естественно очень много обижаются но на обиженных как говорится воду возят а на дудке кипичи а Кремль не подтвердите на контакт там через каких-то своих официальных представителей и сделать какое-то серьезное предложение Кремль Ну я не думаю что ко мне кто-то придет с серьезным предложением все уже давно за 20 лет выяснили кто я такой ко мне серьезные предложения приходят только дураки которые не знают кто я такой вообще не знают что такое Масяня и что это за проект только они могут на данный момент прийти ко мне с серьезным предложением поэтому априори все это выкидывается Артем спрашивает у вас в фейсбуке что там с правами на магазинчик бо и продолжает нет ли возможности их выкупить собрать деньги на кикстартере например любимый мультсериал хотелось бы видеть продолжение Да с магазинчиком был как раз засады потому что мне буквально каждый день постоянно пишут как бы хотят восстановить очень много желающих почему-то его восстановить хотя мне кажется во первых что этот сериал как бы все таки он на данный момент невозможен как физически даже просто потому что это и вот именно флеш сериал и ничего с этим не поделаешь я не представляю его в хайде это раз кроме того он делал со студией то есть определенным коллективом людей там не моя озвучка там куча актеров разных там куча влияния как бы со стороны то есть это было произведение как бы группы людей не только мое поэтому я даже считаю себя не вправе делать это один поскольку это зависело не только от меня и еще от других людей которые на тот момент работали в студии поэтому я думаю что я не буду восстанавливать магазинчик бо с правами там вообще не понятно то есть права как бы у меня не то чтобы отняли но так это отодвинули а потом эта фирма вообще закрылась то есть они сейчас где-то в воздухе зависли чертовы права кому охота после забирается мне неохота потому что это все таки я считаю когда я сейчас сериал делаю одиночку это уже рекорд блин я целый сериал 20 лет веду одиночку вы хотите им дать мне еще второй сериал спасибо спасибо добрые люди спрашивает про шесть с половиной тоже вспоминаю с невероятным теплом пишет артем нет ли идей связанных с этим проектом это вообще не мое произведение на самом деле по большей части а Маши Степановой аниматора которая у меня работала она сейчас живет на Кипре нет на Крите нет на Кипре нет на Крите блин факт не помню ну еще одна из островов я просто как раз к ней ездил в гости буквально вот пару недель назад вот она тоже с добро вспоминает этот замечательный сериал но восстанавливать его восстанавливать ее честно конечно никто не будет потому что права там принадлежали радио ультра которые вообще сейчас отсутствуют или еще кому-то ну в общем это совсем древняя история нельзя восстанавливать трупов нельзя выкапывать трупы из могилы и приделывать им колесики ну будет все хуже у нас звонок труп на колесиках это все таки да собственно страшновато да есть у нас звонок от радиослушателя здравствуйте 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 да как вас зовут да Янис меня зовут да Янис слушаю вас у меня парочку два вопроса к гостю один вопрос к ведущему вот смотрите в свое время там 2000-е годы когда я учился даже в институте ну просто гремел ваш сериал Масяня у меня даже кота мама назвала котом кота назвала Масяня вот до сих пор он не живой и он есть не помню реально чем кончился ваш сериал Масяня освежите пожалуйста память продолжается на нашумевший нашумевший сериал холивар наверное вы тоже его смотрели вы не думаете что вы должны были попасть туда и как вы его оцениваете и вопрос к ведущему у меня почему нет видео трансляции с гостем ни в фейсбуке ни будет в ютубе все в порядке видео мы выложим почему нет в прямом эфире видео трансляции спасибо попросим нашего окей я понял вопрос и я сразу на них отвечаю сел холивар снял господин Лошак мой старый приятель на самом деле потому что на НТВ когда мы выходили он там тоже присутствовал вот и кроме того он многократно приезжал брал интервью я вообще очень хороший мужик что касается холивара он мне написал он говорит хочу тебя туда запихать ставить и я приеду и не получилось нам просто договориться чтобы он сюда приехал в Израиль я уже не знаю он там потом мне позвонил по скайпу мы что-то побеседовали но скайпа видимо ему показалось недостаточно то есть просто не сложилось ну и с ним ну и меня как бы абсолютно нечистолюбив поэтому мне плевать вот что касается кошек я даже один раз в пост написал что это является главным достижением моей жизни собственно то что каждую вторую кошку в России зовут Масяня да не только в России а по территории всей высшей развалившейся империи вот до сих пор как бы был да и на ну нет меня не половина конечно но одна треть кошек точно Масяня у меня у всех знакомых собаки кошки Масяня все блин кушняком это мое главное достижение вот видимо так я останусь в истории автор имени кошек 672 12 93 9 и 672 13 93 9 телефоны прямого эфира звоните пишите пишите ватсап 2306191 ну вот Вадим пишет просто респект человеку за нашу счастливую юность ну кстати не за детство это правильно это более политкорректно это более политкорректно сказано что касается сериала для взрослых все таки говорить сериал для взрослых спасибо за счастливое детство это поставлять автора определенного вот поэтому а тут не поставляя человек корректно относится да потому что естественно как бы не очень хорошо когда я на стендапах очень часто рассказываю историю про то как я часто попадал когда меня выставляли против детской аудитории это были несколько случаев когда было ну очень стыдно очень стыдно но ничего не поделаешь просто люди действительно очень часто считают что мультфильмы это только для детей для взрослых это нет а в России вообще практически нету сериалов для взрослых мультсериалов какие то были начинания там дятлы которые очень быстро заделось но если пор в России очень часто считают шумы фильмы для детей у тебя совершенно Normальный взрослый жанр которые взрослые предпринимают так же прекрасно как и видео и в общем даже лучше и посмотрите Киэдзаки мультфильмы все это аниме все прекрасно смотрится взрослыми и очень даже любится просто дурацкая традиция и просто дурацкий стерей если говорить о мультфильпе для детей какие мультфильмы вы смотрели в детстве на каких вы воспитывались если можно советский мультфильм, который как бы сейчас возводится в ранг бог знает чего, как бы чуть ли не какие-то там святых поделок, но я их терпеть не могу на самом деле, потому что они все очень глупые. Вот на самом деле, они хорошие, конечно, хорошо сделаны, потому что народ никуда не торопился, а куда им торопиться было в советское время. Вот, но тем не менее, они все глупые, и у них у всех один сценарий. Собираются какие-нибудь опоссовники, гранаставики, какие-нибудь енотики, и начинают дружить. И начинают друг другу говорить, давай дружи со мной сильнее. Нет, ты недостаточно дружишь, дружи, столько сильнее. И, в общем, в этом и все, собственно. И весь сценарий советского мультфильма на этом заканчивается. Они все таки дружат, дружат и дружат. И поэтому еще поют другую пресню про то, как они дружат. И кого-нибудь еще убивают с кровью за то, что он не слишком сильно дружил. Вот. Ну, это, конечно, вырезается в конце, остается только песня. Ну, в общем, это все было очень глупо. Я не люблю советские мультфильмы, хотя, конечно, я на них вырос, и все хорошо, они были уместны в свое время. Нефиг это, опять же, трупаки вытягивать, пусть они там в своих мультфильмах валяются, пусть они на Ютубе валяются, когда кто-то там упьется, и у него ностальгия, пусть он их смотрит. А, в принципе, дети их показывают глупо современным детям, потому что они их на это не понимают, им скучно их смотреть, и там лексикончик какой-то совсем примитивненький, и они вообще ничего не понимают, что происходит, почему куда-то надо звонить, нужно куда-то в дом идти, и вообще ничего не понимают, что там происходит в мультфильмах практически, потому что жизнь поменялась на 300% вообще. Ни антураж, они дети несовременные не понимают, ни девайсов не понимают, ни менталитета этого не понимают, ни что там происходит вообще не понимают. Нет, мир уже изменился категорически, нафиг, это все уже в архив. Но есть же мультики вне времени, потому что тот же «Ежик в тумане» Норштейна, который... Я ненавижу «Ежика в тумане», все его любят и считают его каким-то культовым произведением, я терпеть не могу. По-моему, очень глупый мультфильм, в котором ничего интересного нет. Я понимаю, что это категорическое мнение, которое когда, может, никто со мной и не разделит, может, даже вообще никто, но я не люблю «Ежика в тумане». Окей, мне он не нравится, я вообще дурацкий совершенно мультфильм, очень глупый, без какой-либо идеи и ничего. Просто картинка такая ля-ля-ля, пи-пи-пи, и все. Это мое личное мнение. Мне там просто юмора практически нет. То есть там что-то такое, туман, туман и лошадь в нем, блин, и кобыла. Туман и кобыла. Как-то мало мне это дает. Туман и кобыла мне в жизни очень редко встречаются. Еще есть у нас звонок от нашего радиослушателя, примем его. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Как вас зовут? Виктор. Да, Виктор, давайте. Извините, у меня такой вопрос. Что за придурок у вас на радио, который хохочет сам для себя, под себя и... У вас вопрос. Да, Виктор, если у вас будет вопрос, давайте его, но мы попросим вас не оскорблять наших гостей. Давайте будем взаимовеждивы, а Женитон не оскорбляет. Ну, ему не нравится моя манера самовыражаться. Ну, не нравится человеку. Моя манера самовыражаться. Имеет право, что ему не нравится. Ну, нет вопроса. Я только мечте советовал найти кнопку выключения, такая красная, на нее можно нажать, и этим действием прекратить несчастные страдания. 672-12-93-9, 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира в нашей студии. Звоните и пишите в WhatsApp и в Facebook. Кстати, Инга пишет. Масяня, по сей день в моем словаре классный мульт. Вот такой комментарий. Спасибо, спасибо. То есть вас и принимают, и принимают. Очень приятно такие вещи слушать. Когда вас не принимают, часто приходится с этим столом. Ну, и ко мне, кстати, я тоже сейчас слушаю. Ничего подобного. Мы тут уже давно в интернете все уже знакомы с манерами разными общения и имеем свои стратегии на разные наезды. Так что все в порядке. Ну, вообще, на самом деле, это не ранит вас? Никогда не ранило, когда, скажем, люди... Очень ранило, да, естественно, я думаю, не я один, а все, на самом деле, проходили определенную стадию привыкания, когда появился интернет, когда появилась, как бы, такая анонимная манера общения. В принципе, как бы, да, мы все столкнулись с этим, все отбежались, все поражались. А сейчас уже лет 10 как прошло, и все мы, в общем, тоже похреном уже привыкли и к троллям, и привыкли к абьюзерам, и привыкли ко всему на свете. И просто посылаем на соответствующее отведенное для них место. Вопрос вот, Артем, в целом, есть ли планы о производстве чего-либо, кроме Масяни? Да, естественно, у меня все время есть планы, я все время что-нибудь придумываю, и сейчас я делаю новый проект, англоязычный проект, который хрен знает, когда появится, потому что слишком много, я от него ожидаю, наверное, может и поэтому провалится, я не знаю, но да, я делаю новый проект. Отчасти, кстати, не то, чтобы магазинчик был, но там будут идеи такие из магазина ЧКБО, только такой продвинутый, и вообще, как бы, это планируется на весь мир, и вообще, как бы, слишком, наверное, наполимоновские у меня планы, может, все это и не выйдет именно поэтому, потому что я слишком много хочу, но это, по-моему, совершенно нормально, художник должен хотеть как можно больше. Да, если это выглядит слишком глупо, и слишком много, и слишком претенциозно, нет, художник должен строить планы сразу генералы. Он в дефрейторе не должен думать, он должен думать о генерале. Поэтому я, как бы, изда, строю планы, это бы завоевание мира. Какая разница, кстати, между творческим бизнесом, развитие творческого бизнеса в России и в Израиле, вот вы ее чувствуете? Не понял вопроса. Разница между развитием бизнеса в Израиле и в России, чувствуете? Развитие бизнеса, да тут в Израиле вообще нет такого бизнеса анимационного, это же маленькая страна совсем. Тут анимационного бизнеса практически нет, есть что-то там, рекламе тратата, reliably в маленькой стране, любой маленькой стране выжить проблематично. Он должен идти, как бы, в весь мир. Тем более, что сейчас у него есть эти все возможности, все инструменты, и все... Поэтому, как бы, очень много израильских аниматоров работает на, не знаю, голливудских студиях, да и русских, в принципе, аниматоров тоже достаточно большое количество, потому что сейчас аниматоры, как бы, вот у него все пути открыты. И не замкнут больше в своей маленькой стране, там, Израиле, не знаю, там, Эстония, там, еще что-нибудь, где ты не можешь вести бизнес, вследствие того, что у тебя детворья слишком маловато. Да у тебя весь мир открыт теперь, елки-палки, иди-иди-иди, подтолкнуть, пнуть его ногой, давай, иди, работай. Выучи только язык английский нормально, иди-иди, работай. Теперь ты можешь. Теперь ты можешь быть аниматором даже в маленькой стране, даже если это город-государство Листинштейн, ты все равно там можешь быть аниматором, потому что сейчас у тебя все открыто, вперед давай. Все зависит только от тебя сейчас в последнее время. Вот в одном из интервью вы сказали о том, что художник, сравнили художника с киллером, киллеру, возможно, является по ночам образы своих жертв, а художники те картины, которые он продал. То есть, вам тяжело расставаться с картинами? Это вот Каполёч, Старый пост, да, была такая, на самом деле, тенденция, потому что я до анимации был просто художником, рисовал просто картины, и там тоже были персонажи, то есть, это была не абстрактная жизнь, но и не Савдеп, а такой, нечто среднее, такой сюр. И там, естественно, были персонажи, и каждая картинка вообще художника относится к каждому мульту, и к каждой картине, естественно, художник очень будет много вкладывать душевных сил, так, как можно сформулировать, хотя мне эта формулировка не очень нравится, но, тем не менее, так это выглядит понятнее. Поэтому к каждой картине и к каждому мультфильму человек относится, как к своему ребенку, потому что там куча ассоциаций, которые зрители вообще не понимают, просто какие-то личные моменты, там даже во фразе, как она сказана, как она произнесена, все кучится, полно личных ассоциаций, поэтому к каждому своему творению художник относится, как к своему ребенку, и он, естественно, его как бы готов носить на руках, но его же нужно выпускать, его же нужно, давай, иди, 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 давай, вырос уже, давай, куда-нибудь иди, будь сам. И это очень жалко, с одной стороны, но с другой стороны, ничего не поделаешь. Нужно картину продавать, нужно мультфильм публиковать, нужно детей выпускать и на свободу, и они идут работать, идут в армию, и еще куда-то, и ты сможешь служиться со стороны, но ничего не можешь сделать. Так и это, и ты страдаешь, естественно, и переживаешь за каждую картину, за каждый мульт, за каждого человечка, за каждое, не знаю, сшитое, покрашенное, нарисованное и так далее. Переживаешь за это душой, ничего не поделаешь, естественно, это снится, естественно, приходит, естественно, ты каждый раз думаешь, вот бы сделать немножко не так, вот что-то у него голова там кривовато, уху бы пониже, но и постоянно с этим живешь. Но, тем не менее, он живет сам по себе, и ничего с этим не поделаешь. Ну, какие-то кардинальные изменения в жизни Масяни, они планируются? Ну, скажем, условно, переезд, может быть, в какую-то другую страну? Ой, большой переезд. Нет, ну, был бы катастрофический, на самом деле, перемена, когда она родила детей, это был большой бум, потому что вообще никто не хотел. Две большие катастрофические перемены в сериале было. Это первое, когда мы вообще вышли по телевизору, много было шума, много, как тебя говорят, было хайпа, много было, но, тем не менее, как бы это хорошо сработало. И то же самое, как бы, с тем, когда персонаж, который, как бы, хулиган, анархист, и вообще, как бы, социальная личность во многом, и вдруг так заводится детьми, семьей, и вынуждены вести нормальный образ жизни, и, как бы, люди тоже не понимали, ты вообще, а что делаешь? Как это возможно? Как это себе представляешь? Нет, тем не менее, возможно, все мы люди, все человеки, и все мы, как бы, хотим обзавестись когда-нибудь, может быть, семьей, может, и не хотим, но все равно, где свои желания какие-то. Это совершенно нормально. И этот период, он тоже, на самом деле, получился хорошо. И то, что у Масяни появились здесь, тоже, на самом деле, в конце концов, сработало отлично. Хотя, конечно, шум было много, и, в общем, я только убедился в том, что я сам-то лучше надо это делать. То есть, я только убедился, что я правильно все сделал, когда прошел год-другой, и уже начали люди вспоминать, ностальгировать по мультам, когда Масяни родила, а это уже происходит. Ты видишь, что ты все сделал правильно. То есть, иногда нужно немножечко подождать, прежде чем делать выводы. Это очень важный вывод я сделал для себя, то есть, когда ты что-то делаешь, все ругаются, все тебя обсирают, все тебя посылают, а потом через 3-4 года ты видишь, что ты был прав. Эта ситуация, на самом деле, очень часто случается, и я бы советовал всем никогда ни в коем случае не делать поспешных выводов. Никогда. Но Масяни, она в каком-то смысле разрушает стереотипы, та же, например, серия, где у них развод, но развод в виде свадьбы. Ну да, 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 да. Это, кстати, достаточно древняя серия, потому что мне постоянно проминают, а как же они теперь живут опять, что не в браке? Да на самом деле, какие там браки, не браки, это вообще отжившие не существуют. Главное, как люди вместе живут, когда они друг к другу относятся. Вот это самое главное. Ну да, там разрушительность стереотипов. Что значит персонаж такой? Это персонаж такой, который относится ко всему критически, и это, по-моему, нормально, и это, кстати, очень сильно не хватает в современном мире, чтобы люди относились критически, особенно люди, которые как бы не готовы, там, 14-16 лет, которые критически ко всему относятся автоматически по природе своей, а нормальные взрослые люди, они очень часто костенеют, буквально после 30 лет уже сможешь, человек явно меняться больше не собирается никуда, и он уже имеет свое мировоззрение жесткое, и свои рамки такие вот четкие, такие просто как чугунные квадратные скобки, и никуда он уже не двинется, и это очень сильно не хватает, это одна из тех ноток, которые в сериале хочется людям передать, чтобы будьте вы, на самом деле, разумными чертами, атлетически ко всему критически, тем более в эпоху интернета, где на вас валятся просто грязевые потоки информации каждый день, блин, это одно из главных умений сейчас фильтровать информацию, меняться и смотреть на все независимо. У нас звонок еще, так, только что был, сорвался, 672-12-93-9, 672-13-93-9, телефона прямого эфира, у нас буквально несколько минут остается до конца, так что, наверное, еще успеете позвонить. Артем также спрашивает, у вас планируете ли вы приехать со своим стендапом в Ригу? Ну, пригласят приеду, я же не занимаюсь организацией концертов, я же не промоутер и не продюсер, поэтому я, как бы, приглашаю и еду, если особенно до халяву, а если что-то еще и платят, такое ощущение, что я стендапом не зарабатываю, стендапом невозможно практически заработать, то есть можно, конечно, если чесать в России, там, по всем городам, конечно, можно что-то, я это дело-то и собираюсь, поэтому для меня это просто хобби, это просто хобби, я таким образом развлекаюсь, у каждого аниматора есть свои хобби, потому что нужно жопу со стула иногда поднимать, потому что работа, конечно, уже похитная, очень сильно же похитная, не знаю, как выразиться иначе, пардон. Поэтому, чтобы жопа не толстела, нужно и на время подниматься, и заниматься каким-то более-менее подвижным хобби. У кого-то спорт, у кого-то, не знаю, чего угодно, у меня вот стендап. Я немножко треплю себе нервы, и треплю себе мышцы, и таким образом оставлю, и остаюсь на плаву. Спасибо вам, что нашли время и вышли в прямой эфир программы «Абонент доступен», создатель сериала «Масяня». Олег Куваев был с нами на прямой связи. Спасибо вам огромное, приятно было с вами побеседовать. Всего доброго и до свидания. Bye-bye.